Домашнее задание в электронном виде и занятие по видеосвязи. Такое обучение уже стало привычным для Тимофея. До поступления в ВУЗ у десятиклассника остался год, и он усердно готовится к внешнему независимому оцениванию. Нет, не имею абсолютно ничего против этого, потому что, повторюсь, я надеюсь, что я смогу получить те же самые знания в вашей дистанционной форме обучения. Тимофей хочет стать физиком, будет поступать в Киевский политехнический институт. Сейчас посещает подготовительные курсы онлайн. Говорит, что готов продолжать учебу дистанционно. На данный момент, естественно, этот вопрос меня волнует. Но мне кажется, что если достаточно на практиковаться и достаточно набить на этом руку, то независимо от формы или каких-либо форс-мажоров, можно будет нормально стать. Из-за пандемии вступительная кампания в ВУЗы изменилась. Как и в прошлом году, ВНО пройдет с учетом карантинных ограничений. Здобувач освіти отримает в своем запрошенном перепусте час, когда нужно прийти до пункта тестирования. Там ему чи ей вимиряют температуру. Если температура будет ниже, а не 37,3, то здобувач освіти может зайти в пункт проведения оценивания. В пункте тестирования обязательно нужно будет перебивать в маске, использовать дезинфектор для того, чтобы обрубить руки, помыть руки милом и вытерть их ручником. Чтобы избежать риска в государственную итоговую аттестацию для 4, 9 и 11 классов, сделали необязательный. В Министерстве образования и науки утверждают, это никак не скажется на рейтинге абитуриентов при поступлении. Вузы тоже ввели изменения. Теперь документы необязательно подавать лично. Можно сделать ценный лист с описом вклада, надписать нам почту на адресу принимательной комиссии. Мы его принимаем. Это то же самое, что лично привезти. Есть еще нацеление нам на электронную адресу файлов, отсканованных, заверенных квалификованным электронным подписом. А вот вопрос с проведением творческих конкурсов каждое учебное заведение решает самостоятельно. Сделать это в виде дистанционного очень сложно. Но мы можем провести это с необходимыми заходами против эпидемиологических и обеспечить безопасность участников. В этом году 270 абитуриентов, которые наберут максимальные баллы по ВНО, получат государственную стипендию в 10 тысяч гривен. Такое постановление принял Кабинет министров. Данила Кобза, Александр Бугай. Новости Украины.